гранат очень интересное растение оно совершенно несложно в уходе если соблюдать несколько правил но вы увидите постоянное цветение то есть гранат комнатный гранат цветет с весны с буквально с февраля марта месяца по самую позднюю осень притом одновременно усыпан как красивыми вот красными цветами маховыми так и плодами в разной степени зрелости цветочков очень много начнем с весны где-то в конце февраля в марте гранат трогается в рост соответственно мы ставим его на самое светлое место и желательно для того чтобы помочь ему нарастить зеленую массу так как у него с каждой пазушки начинается рост листьев и побегов надо азот содержащие удобрения применить то есть мы в один раз подкармливаем азотным удобрением для рост в дальнейшем когда гранат соберется цвести то есть летом подкармливаем фосфоросодержащим удобрением для того чтобы было более обильное цветение и более обильное плодоношение то есть урожайность от этого немножко повышается и осенью уже калийное удобрение с преобладанием калия для того чтобы гранат получше подготовился к периоду покоя насчет периода покоя молодой гранатик выращен из семечки или вот таким образом очеренкованный первые два года не нуждается в периоде покоя то есть он спокойно растет в комнатных условиях но начиная с третьего года желательно или даже обязательно лучше сказать так гранат устраивать передышку как мы это делаем где-то конец ноября декабрь сокращаем полив и ставим самое прохладное место желательно конечно в идеале это 10-12 градусов ну либо вы ставите его в балконной двери к окну вплотную и отгораживаете вот так от комнаты то есть понижаем температуру и снижаем полив растение сбрасывает листики это нормальное явление не пугайтесь и в таком состоянии но должно жательно продержать его месяц дальше это уже будет где-то начало февраля обстригаем его формируем делаем так формируем как нам желательно нужно это и вставляем опять на теплый наш светлый подоконник начинаем потихоньку поливать и гранат трогается в рост полив гранату нужен обильные все-таки он водичку любит у нас но вы сами заметите как только листики начинают скручивается либо провисать значит гранат надо полить желательно этого не допускать то есть аккуратненько поливаем регулярно опрыскиваем особенно в период цветения чтобы он не сбросил цветы каждый цветочек цветет два-три дня но за счет их количества гранат все время очень декоративен сейчас вот у нас начало января вот еще последние плоды уже не окрашены так как солнца нет видите он бледненький но вообще они ярко красным как мои стаканчики когда поспевает но тем не менее вот если мы его сейчас откроем ну да еще немножко бледноватые но я уже собрала так как ему надо отдохнуть то есть вот зернышки наши у граната довольно большие плотно набитые опять-таки говорю что он созревал у нас не в красноярске в сибири солнца уже особо нет подсветки ему не устраивало то есть света конечно не хватило летний период они малиновые также как и ягоды что снаружи ярко-красный что внутри зернышки ярко-малиновые вкусные с характерным гранатовым вкусом оно не такое прихотливое как возможно кто-то думает размножить его можно черенками либо семенами не предпочтительно конечно черенкование и благодарное растение в том плане что зацветает она уже в конце первого года роста то есть вот это вот это череночек я так думаю зацветет у меня уже весной то есть через несколько месяцев скорее всего пойдут уже бутончики согласитесь это приятно не надо ждать много лет чтобы что-то увидеть еще раз повторю какие правила надо соблюдать это достаточно обильный полив буквально три подкормки весной азот содержащим летом фосфорным и зимой калийным удобрением формирование кустика граната то есть стрижка этого растения весенний период именно весной потому что если вы летом или когда уже веточки отрастут их прищипнете вы можете не увидеть цветочки так как бутон образуется на концах веточка и в возрасте от двух лет и старше это организовать ему покой передышку то есть обращаем полив и снижаем температуру в общем то это все для того чтобы наше растение цвело и плодоносило конечно и формирует делать бонсай но это уже для продвинутых садоводов так как при этом требуется очень тщательный уход еще один момент возможно у вас возникнет мысль купить красивый гранат посадить его косточки и вырастить у себя растения не пройдет этот вариант по той причине что нужен действительно сорт комнатного граната карликового сорта если вы посадите гранат который растет уличная граната на природе на свободе то во первых вы увидите я сажала его конечно такие длинные палки прутья будет совершенно тяжело ветвящееся растение она стремится к нормальному размеру и состоянию и плодоношение в лучшем случае там 8 9 год я не думаю что не стоит этим заниматься то есть на найти именно комнатные гранат это сорт на на еще несколько сортов есть они в общем то даже в магазине продаются но там надо смотреть на дату упаковки семян так как они не очень долго сохраняет схожесть ну и есть лучше все таки черенками черенками вы точно повторите родительское растение так что сажайте пробуйте очень рекомендую это растение неприхотливое в уходе очень декоративное летом вот мой комнатный пустик граната плоды в основной массе собраны остались вот только мелкие плоды которые придется удалить обстричь его достаточно коротко и отправить на покой емкость большая ему не нужна выращивание никаких сложностей нет но обильное весеннее цветение красивыми достаточно цветочками и очень приятное плодоношение плодики хоть и не сильно большие но они обычно побольше вот такие при примерно получается в два раза больше чем вот эти последние уже что самое интересное зернышки у него крупные такие же большие как у настоящего граната количество их меньше но они такие же большие гранатик краснеет начинаем формировать наш гранат на примере вот этого двухлетнего растения уже конкретно на примере из теории значит что мы здесь видим гранатик как плодоносил плоды у него были на концах веточек он уже приготовился к периоду покоя то есть начался листопад значит в первую очередь мы убираем те веточки которые смотрят внутрь крови то есть при формировании граната есть два варианта либо мы делаем чтобы это был красивый кустик либо мы можем сделать так чтобы этот кустик больше у нас цвел и плодоносия мне больше нравится 2 поэтому формируем также как плодовое растение сначала убираем все что растет внутрь крови обрезку делаем называется на кольцо то есть вплотную к стеблю не оставляя никаких пинков все что растет внутрь я вот так обстригаю вот она хоть и вот веточкой цвела но зачем она нам внутри тут нужно еще ему тоже есть маленько оставляем потому что видите она более жирная возможно потом пойдет наружу все вот эти пенечки убираем я использую обычные щипчики потому что для граната это вполне достаточно значит выбирать засохшие веточки хотя тут надо смотреть засохшие они либо приготовились к еду покоя так вот веточка смотрит внутрь на нам тоже не нужно осветляем кронок вот это все нам не нужно так щипчики держим так чтобы у нас не оставалось пинка так то есть наверное надо будет убрать даже скорее всего все вот это так вот уже более-менее светлый кустик получился почищает теперь мы проходим по смотрим что у нас тут была слабенькая отстригаем слабые веточки то есть если она пошла вверх вот у нас внутрь смотрит отстригаем внутрь веточку и проходимся по слабым веточкам слабые нам не нужны потому как они тоже дадут нам слабый прирост после чего обрезаем однозначно все концы веток и придаем им определенную форму можно ну стандартный виде более-менее приближенную шарику форму все концы веточек нам надо с вами подстричь для того чтобы сформировать наше растение оставшиеся листья он сейчас бросить уменьшением полива практически еще сразу перестану увлажнение так что у нас тут сильно много поэтому все мы его обстригли мы его осветлили это достаточно для того чтобы наш гранат перезимовал если кому-то какую-то форму более может быть с плоским с плоским верхом или квадратной формы стрельгем таким образом и теперь его можно спокойно отправлять на зимовку как я уже говорила достаточно достаточно периода покоя в течение месяца и убираем от таких вот наших домашних животных которые могут в общем-то при желании повредить эти растения они любят тоненькие веточки поэтому за этим моментом тоже следите срезанные веточки можете попробовать использовать на укоренение как их укоренять я показывала в предыдущем видео конечно они не совсем охотно укореняются в осеннем варианте но тем не менее процентов 50 у вас укоренится посмотрите мое предыдущее видео там будет все понятно сделать это достаточно просто мини теплички ставите и получаете новое растение пока отдыхает у нас наш старый кустик жду вас на своем канале смотрите мои видео буду рада встрече с вами до свидания спасибо